Здравствуйте! В прошлый раз мы с вами добрались до бутылки клейна. Я пообещал, что с помощью этой странной бутылки, видите вы её на моей доске, я попробую объяснить то, что пытался объяснить, когда говорил о времени, ну, как его понимал Мартин Хайдегер и прочее. Ну, и помните, мы там проводили эксперимент с крабком, с печечным, в который вставляли ленту. И так что сейчас мы с вами продолжим экспериментировать. Ну, два слова. О бутылке клейна на самом деле я уже рассказывал. Рассказывал, когда речь велась об Антиэдипе, Феликсе Гватари и Жиле де Лёза. И говорили мы там о Резоме. Я в конце прошлого видео напомнил, что был когда-то такой разговор. Не знаю, заглянули вы туда или нет. Там много всякого говорилось. Но, ссылку на всякий случай даю. Там я говорил об этой самой бутылке, ну, под несколько иным углом. Она меня занимала как характеристика вот этой самой Резумы. А сейчас всё-таки у нас речь о времени идёт. И поэтому ту же самую бутылку я стану рассматривать несколько иначе, под иным углом. Но, раз уж сказал, что была такая бутылка, надо хотя бы несколько слов сказать, откуда она, собственно, взялась. Был такой немецкий математик. Вот, показываю его тоже на своей доске. Звали его Феликс Христиан Клейн. И вот, собственно, с него и пошло это слово. Имя этой бутылки, этой фигуре, которую он построил. Ну, под фотографией даты жизни, 1849-1925. К слову, замечу, что этот математик, хоть он и немецкий, тем не менее, был принят в Петербургскую Академию Наук в качестве члена корреспондента. Иностранного, разумеется, члена корреспондента. И вообще в российскую математику вошел не только тем, что его приняли как корреспондента в эту Академию Наук, а тем, что он доказал непротиворечивость геометрии Лобачевского. Ну, вот видите, и Лобачевского вам показываю. Тоже даты жизни, 1792-1856. Это великий русский математик, создатель, так о нем говорят, неевклидовой геометрии. Ну, я, естественно, не буду вас настолько погружать в математику, но, тем не менее, вот преподнести все это мне все-таки казалось важным, чтобы мы хоть как-то представляли, что за люди, и кто все это придумал, и почему вот я так сейчас на это опираюсь. Ну, а сейчас давайте я вернусь к этой самой бутылке клейна. Начну с того, что эта самая бутылка клейна – своего рода мост между трехмерным и четырехмерным пространствами, или трехмерным и четырехмерным измерениями. Сейчас вы увидите, почему я это так вот категорично заявляю, но математики это показали и доказали. Ну, а поскольку мы с вами уже начали рукодельничать в прошлом видео, когда, помните, брали спичечный коробок, прорезали в нем окошко и прочее, то приготовьтесь, что сейчас нам придется еще порукодельничать. Что-то мы, наверное, сможем сделать руками, а что-то нам придется рукодельничать умозрительно, поскольку не все все-таки можно будет воплотить. Ну, давайте начнем с самого-самого простого. Вот я, видите, картинку вам показываю. Беру бумажную ленточку и эту бумажную ленточку сворачиваю и склеиваю. Получается обычное кольцо, да, то есть ничего особенного. Но это ведь кольцо можно склеить и иначе. То есть вот перевернув концы ленты так, как, опять же, нарисовано на моей доске. И тогда мы с вами получим уже другую ленточку. Мы получим то, что называют лентой Мёбиуса. У ленты Мёбиуса удивительные есть качества, особенности. Ну, видите, я и в таком виде вам ее показываю. Давайте еще и в таком виде покажу. То есть если вы возьмете в руки карандаш и, скажем, выберете любую точку на ленте Мёбиуса и станете вести этим карандашом, то в какой-то момент вы увидите, что пришли вот именно в то же самое место, из которого начали свое путешествие карандашом. К чему я это говорю? То есть вот ее особенность этой ленты Мёбиуса, что у нее как бы одна поверхность. Ведь если вы возьмете обычное кольцо, которое мы склеивали до этого, да, то там две поверхности. Если вы начнете вести карандашом сверху, да, то придете в то же самое место, но внутри этого кольца не побываете. Можете то же самое проделать внутри, но вовне вы не выйдете. А вот с лентой Мёбиуса, пожалуйста. Ну, сейчас начнется самое сложное и самое интересное. Если мы с вами возьмем вот это самое обычное кольцо, то ведь на самом деле ширина ленты может быть любой. И поэтому мы можем представить, как вот ширина ленты, которую мы свернули в кольцо, расширяется, расширяется. Ну, и тогда это превратится в какую-то трубу, да. Ну, можно сказать, что расширять мы можем до бесконечности. В математике это просто. Ну, а поскольку мы с вами все-таки имеем дело с предметами материального мира, тут вроде бесконечность трудно построить. Но получится труба. И если мы эту трубу свернем, то получится бублик или тор, как его называют в математике. Видите, я вам и тор этот тоже показываю. И я уверен, что даже если вы не брали в руки никакой бумаги, никакой ленты, никаких ножниц, никакого клея, то чисто умозрительно вы все это проделали. И думаю, что никто тут не столкнулся ни с какими проблемами. А вот сейчас я вам предложу другое. Возьмите в руки не кольцо, а возьмите ленту Мёбиуса. И тоже представьте себе, что ширина вот этой ленты, из которой мы склеивали ленту Мёбиуса, тоже расширяется, расширяется, расширяется. Ну, опять же, если залезть в математику, могу сказать до бесконечности, но не надо бесконечности, расширяется очень и очень сильно. Что при этом получится? И я предвижу, что кое-кому тут воображение откажет. То есть, как бы, ну, не получается что-то в нашем трехмерном пространстве, что-то тут не хочет работать. А вот этот самый Клейн, я имею в виду математика, христиана Клейна, сумел таки это сделать. Но он пошел несколько иным путем. И давайте сейчас вот тот путь, которым пошел он, и мы попробуем повторить. И я опять же вас вот призываю смотреть на мою доску, и будем вместе проделывать вот такой эксперимент. Берем обычный лист бумаги, но и предварительно наносим на него стрелочки. Вот красная, зеленая, как нарисовано у меня. Вы потом увидите, зачем нужны эти стрелочки. И поначалу делаем, ну, архипростую вещь. То есть берем этот лист и сворачиваем. И получается вот та самая труба, о которой я вам уже говорил, если бы мы стали расширять вот ленту, из которой склеивали обычное кольцо. Получилась труба. Но вот дальше мы начнем проделывать вещи, которые с бумажной трубой, скорее всего, не получится. Ну, давайте вообразим, что у нас с вами не лист бумаги, а, скажем, резиновый лист, да, или какая-то такая эластичная бумага, которую можно гнуть по-всякому и прочее. И мы начнем с вами тогда вот эту вот самую трубу искривлять, вот как на этом рисунке вы видите. Но мы давайте на этом с вами не остановимся. Мы продолжим искривлять ее дальше. И уже искривим, как вот на этом рисунке. То есть это уже не буквой Г, а, не знаю, там, буквой П перевернутой, что-то такое. Но ведь и этого мало для того, чтобы построить ту самую бутылку клейна, о которой мы с вами заговорили и которую пытаемся. Мы с вами берем один конец вот нашей изогнутой трубы, и тут нам придется сделать одну вещь. Потом я объясню, что этой вещи можно избежать, но мы это сделаем. Мы в нашей трубе прорежем отверстие, в которое просунем другой конец этой трубы, вот как, опять же, нарисовано у меня на доске. И когда просунем его туда, этот другой конец, вытянем его. Вытянем, или не просто вытянем, а те края, уже вытянутые внутри трубы, ну, как бы расширим, расплющим, и в конце концов сомкнем. Сомкнем с той основной трубы, с которой мы все это начали делать. Я понимаю, на словах это сложно объяснить, но когда вы смотрите на мой рисунок, который я вам показываю, думаю, вы представляете, о чем я говорю. И вы видите, на всех этих вот рисунках, которые я вам показал, я оставил те самые стрелочки, которые мы нанесли на лист бумаги или на лист резины в самом начале. То есть, чтобы вы видели, как эти стрелочки характеризуют вот поведение нашей трубы или нашего листа. И когда мы с вами добрались вот до этой последней фигуры, где мы расширили и замкнули поверхности, выведенной изнутри трубы с трубой внешней, то мы с вами, собственно, и получили бутылку Клейна. Ну, вот давайте опять вам показываю ту самую бутылку, которую построил христиан Клейн. А теперь возникает вопрос. А зачем мне все это понадобилось? Ну, снова напомню вам коробок, напомню ленту, которую мы сквозь этот коробок протаскивали. И тогда вы помните, мы до чего договорились в предыдущем видео, что то, что мы видим в окошке этого коробка, это вот бытие, это вот сущее просветлилось, как сказал бы Хайдеггер, и явило нам себя. А вот то, что не просветлилось, это то, что осталось до окошка в коробке и после него, это либо еще не, уже не, говорили мы об этом. То есть это либо прошлое, либо будущее. А бутылка Клейна мне понадобилась вот для чего. Ведь мы что сделали с той лентой? Мы на ней нарисовали рисунки. И мы предполагаем, что у той ленты может и не быть конца, а может и быть, но не суть важна. В данном случае не об этом речь. Эта лента пролезает сквозь этот коробок. А вообразите, что сквозь этот коробок пролезает не лента, а пролезает вот эта самая бутылка Клейна. Трудно это представить. Для того, чтобы это представить, надо и коробок представить в четырехмерном пространстве. Потому что бутылка Клейна, как я уже сказал, она своего рода мост между вот нашей трехмерностью и той четырехмерностью, о которой рассуждают математики, но о которой, не знаю, знаком с математикой или нет, Мартин Хайдегер, но заговорил он явно об этом, когда заявил, что время пребывает вот в этом самом четвертом измерении. Ну, а если эту бутылку Клейна можно пропускать через четырехмерный коробок, то что нам стоит покрыть эту бутылку Клейна точно такими же рисунками, какими мы покрывали ленту? И ведь что тогда получится? Да? Ведь получится, ну, все то же самое. Так, то есть, эта бутылка Клейна, это вроде как время, то есть, все уже есть, все уже существует, но не все нам явлено, не везде сущее просветлилось и явило нам свое бытие. Понимаете? И когда, как я сказал, мы эту бутылку протягиваем, то вот в каких-то местах, где находится этот самый прорезанный экранчик в коробке, нам и является бытие, а все остальное остается по-прежнему скрытым. Ну, кто-то скажет, ну, а зачем же все-таки бутылка Клейна-то? Ну, ведь можно было, наверное, как-то и без нее обойтись. А вот дело в том, что без нее, ну, обойтись никак не выходит. Ну, вы помните, я вам приводил цитату из Хайдекера, ну, давайте я еще раз ее приведу. Я понимаю, что с этой цитатой я уже, наверное, кому-то надоел, но она код, она ключ ко всему, о чем мы с вами говорим. Ужас, как бытийная возможность присутствия вместе с самим в нем размыкаемым присутствием дает феноменальную почву для эксплицитного схватывания исходной бытийной целости присутствия. Бытие последнего приоткрывается как забота. Снова натыкаюсь на эту заботу, снова обещаю вам, что к ней вернусь и заговорю потом, мне хочется довести до конца вот эту тему, которую я затронул, и которую, как вам я сказал, ну, в прошлом видео я говорил об этом, пережил своего рода разочарование, что, как мне показалось, что не сумел ее до вас донести. Ну, мне хочется верить, что сейчас у меня это получается, ну, получше, повняннее. Но, видите, из этой цитаты, ведь там все с чего начинается, с ужаса, да? А откуда взялся этот ужас? И тут давайте вернемся к этой самой бутылке. Ведь, смотрите, нам пришлось с вами прорезать окошко для того, чтобы вот всунуть конец этой трубы туда вовнутрь и так далее. И тогда же я сказал, мы это делаем потому, что мы с вами работаем в трехмерном пространстве. А вот если бы мы с вами смогли перейти в четырехмерное пространство, то там вот эта дырка бы не понадобилась. Кстати, давайте я тут вот на что сошлю. Дело в том, что Берлинский университет, они сделали такую анимацию, ролик такой небольшой. И я под видео там внизу обязательно дам ссылку на этот ролик. Он совсем крохотный, там три или четыре минуты идет. Но он вам об этой бутылке клеен и расскажет больше, чем, наверное, я рассказал за все видео. Во всяком случае, представят ее, ну, визуально. И вы лучше разглядите ее и так далее. А сейчас, возвращаясь к тому, о чем я говорил, я повторюсь. Поскольку мы с вами все пытаемся все-таки совершить в трехмерном пространстве, но не можем мы из него с вами выйти, то нам пришлось прорезать вот это самое отверстие. Видите, я и под бутылкой клей напишу, что это как бы четырехмерное пространство, помещенное в трехмерное. Так вот, вот этот прорез, вот эта щелка, которая получилась из-за того, что мы с вами не сумели выйти из трехмерного пространства для Хайдегера и будет мгновением ужаса. Потому что мы и он, мы остались в этом трехмерном пространстве, и мы на какой-то момент проскакиваем, ну, через какую-то пустоту. То есть нам на какой-то миг является ничто. Говорили мы об этом ничто, это нас ужасает. Ну, а потом все восстанавливается, все начинает работать, и так далее, и так далее. Ну, и договорившись, до чего договорился, я подумал, что, в общем-то, наверное, можно здесь и закончить свое видео. Но я не закончил. И не закончил вот почему. Я сейчас хочу рассказать вам историю. Может, она кому-то покажется излишней, может, кто-то скажет, а вообще какая связь с тем, что сейчас ты нам вот пытаешься тут преподнести, показать, доказать и так далее. Не знаю. Но как-то в моем сознании это преломилось именно таким образом. И когда меня вот посетило, что я не смог донести то, что хотел донести, назвал это озарением, то, наверное, потому, что вот замкнулись какие-то круги, и вот я вспомнил Ницше с его вечным возвращением и прочее. А история вот какая. Давно, очень давно, я еще даже в школе не учился. Жили мы тогда в Белоруссии. Не в Минске, под Минском, в какой-то деревне. Ну, там стояла воинская часть, в которой служил мой отец. После войны застрял он. Там, ну, неважно, не об этом сейчас речь. Деревня Михановича, по-моему, называлась. Если переврал, то простите. Помню, что надо было из нее до Минска добираться достаточно долго. И вот, ну, маленький ребенок, делать нечего, хочется как-то развлечься. И вот попался мне в руки спичечный коробок. И думал, думал, что с ним делать. И вот сделал именно то, о чем вам рассказал в предыдущем видео. То есть взял, прорезал небольшое окошечко. Зачем прорезал? Поначалу сам толком, не знаю, что-то туда подсунуть хочется, показать. Потом сообразил вырезать эту ленту, ставить туда, нарисовать какие-то рисуночки на ней. И кино. Слово телевизор мне тогда в голову не пришло. Ну, поскольку еще просто не было никаких телевизоров. В газетах что-то такое о них писали. Ну, я сказал, где мы жили тогда. Вот. Потом, когда родители привезли меня в Москву, оказалось, что у бабушки, у которой мы поначалу поселились, есть телевизор. КВН назывался. Вот вам показываю, разыскал в интернете. И вот, когда я увидел телевизор, то у меня прям там внутри что-то оборвалось. Ведь этот коробок, который я смастерил, и в который вставлял эту самую ленточку. Я что, я предвидел телевизор? В голову мне этого не приходило. Ну, так оно получилось. Ну, смотреть этот КВН надо было с линзой, потому что картинка была такая маленькая, что не разглядишь. И когда я увидел эту линзу, я к своему спичечному коробку примастерил увеличительное стекло. То есть уже стал подражать. Ну, ладно. Это все пустяки. Не пустяки, другое. Когда я соорудил этот спичечный коробок и сказал, что это кино, то я стал, естественно, приставать к разным людям. Ну, в первую очередь к родителям, потом еще кому-то. Мол, смотрите, смотрите, у меня вот кино. Но как-то желающих смотреть мое кино не было. Ну, кто-то делал вид, что ему это интересно. Ну, как-то так оно обошлось. И я помню, ну, невероятно расстраивался из-за того, что никто не хочет смотреть мое кино. Ну, нашел какую-то детвору, каких-то мальчишек, девчонок. Они все-таки смотрели, посмеивались. Кто-то даже тоже вырезал такую ленточку, что-то свое нарисовал. Ну, так все это вот на детском уровне и осталось. И вот этот КВН с этим экранчиком, дыркой, повторение какое-то, понимаете? И меня потом осенило, посетило, не знаю, что, чего, почему. Но произошло это уже, когда я оказался в армии, в советской армии. Помню, вспомнил этот коробок. И не просто вспомнил, а даже рассказ написал. Он назывался, помню, «История одного самоубийства». Если кто-то заглядывал на мой сайт, я сейчас не в плане рекламы, но просто мог прочитать этот рассказ. Он маленький, там, две или три страницы в нем. Ну, если кто-то после вот того, что я рассказал сейчас, захочет все-таки его прочитать, то я под видео дам ссылку. Ну, как говорится, никого ни к чему не обязывают. А почему я его назвал вот так странно, «История одного самоубийства»? А вот в детстве я пережил именно это. То есть вот так отнеслись к моему прозрению, к моему открытию, понимаете? И если бы на этом все кончилось, то ладно, можно было бы и забыть всю эту историю. Но она всплыла с новым, самым-самым неожиданным образом. Я уже обронил имя Ницше, да, вот с его идеей вечного возвращения. Уже после армии, уже я университет не кончил. Еще учился в университете, ну, опять же, не суть и важно, уже в литературу меня понесло. Я уже стал сочинять какие-то повести, рассказы, роман написал. И помню, с этим романом я был хорошо знаком с таким человеком, писательницей Ариадной Громовой. Вот, видите, показываю вам ее фотографию. Она меня с Аркадием Стругацким познакомила, и его фотографию показываю. Я им, в общем-то, показывал то, что я делаю. И они меня все подбивали. Ну, мол, ну, а что ты вот пишешь в стол, нам показываешь, отнеси, ну, опубликуют. Ну, как-то вот мне не очень верилось, что опубликуют то, что я пишу. И тогда я, значит, спрашиваю, помню Ариадну, ну, может, вы меня рекомендуете? Аркадий все это слышал, рассмеялся, говорит, если мы тебя рекомендуем, то тебя точно нигде не напечатают. Как раз это был такой период, когда до этого выходила библиотека всемирной фантастики. Кто-то, может, видел, знает эти книжки. Одна бело-серая, другая красно-серая. Ну, такие они, да? Так вот, там, Ариадна Григорьевна какое-то время входила в редколлегию, которая должна была издавать, писать там предисловия и прочее вот к этим изданиям. Ну, как раз это был период, 70 какой-то год, когда все это разогнали, Стругацких перестали печатать ее, поперли и из этой редколлегии. То есть, в общем, вот разгром такой. Поэтому, очевидно, Аркадий сказал, что мы сегодня персона нон-грата, если мы тебя рекомендуем, то ничего не получится из твоей затеи. А ты, говорит, зайди просто так. Вот шел по улице, увидел, молодая гвардия написана, взял и зашел. Ну, я притянулся дурачком, так и сделал. Сунул свой роман под мышку и, значит, прохожу мимо молодой гвардии, захожу, ну, там была история, как меня пускали, не хотели пускать, вошел в конце концов, разыскал главного редактора, которого заведует научный фантастик. Медведев, фамилия, имя уже забыл, не важно. И я ему, бух, значит, свой кирпич, роман на стол. Был какой-то разговор. Если это талантливо, мы издадим, тададада. Ну, это он, естественно, говорит. Ну, я про себя подозреваю, что, наверное, ну, на не очень худо, если вот Аркадий рекомендует мне все-таки это к публикации. Ну, ладно, прошло какое-то время, позвонили мне из молодой гвардии, приезжаю, рецензию написали на твой роман, приезжаю, и вот кладет этот Медведев передо мной эту рецензию, и первая строка, которая мне попадается там на глаза, написана «Роман-притча Ницшеанского толка». Ну, и дальше шло объяснение, почему, значит, этот роман Ницшеанского толка. Честно признаюсь, услышал я это, у меня глаза на лоб вылезли, поскольку к этой минуте, к этому часу я о Ницше имел представление, да никакого не имел. В университете о нем успели сказать, что он вот идеолог нацизма и воспевал белокуровую бестию. И когда мне приклеили такую бирку, что если я написал нечто, Ницшеанского толка, то есть очевидно и я фашист, так получается. Ну, забрал я свой роман, пришел, помню, с Риадной, беседовал с Аркадием, обсуждали все это, ну, опущу. Опущу и оставлю только что, что вот черный билет мне, в общем-то, выдали, что оказывается я вот такой. Но, с другой стороны, я все равно считаю этот разговор, эту рецензию судьбоносной. Судьбоносной в том смысле, что с этой минуты я загорелся просто, я должен был узнать, кто такой Ницше. И почему я, не зная его философии, ничего, тем не менее, написал нечто, что вот является, как бы, ну, продолжением, или как-то там еще. Опять много чего опущу, потому что рассказ, вижу, получается чересчур долгим. Раздобыл, я так говорил, Заратустров, каких-то фотокопиях, кошмарных, сделанных там, создания дореволюционного еще, там, с ятями, ярами, или сами фотокопии, такие, что не все слова разберешь. В общем, читать было невероятно трудно, и, честно скажу, ничего не понял в том, что прочел. Но запало, понимаете? Запало вот что-то. И одно все-таки случилось. Хоть смысл того, о чем говорит Ницше, честно скажу, с первого раза не уловил, может, потому что копии были такие ужасные, может, потому что не все слова разобрал, не знаю почему, но вот музыку, лежащую за всем этим, услышал. Ну и дальше пошло. Раздобыл, в конце концов. На Западе все-таки издавали, потом уехал в Израиль, наступили новые времена, перестройка, Ницше стали печатать, издавать и в России, так что я получил возможность прочитать абсолютно все. И вот здесь, вот эти все круги, для меня, в моем сознании, как бы сомкнулись. Вот этот вот коробок, это прозрение телевизора, которого не было, когда я делал этот коробок, но который потом, оказывается, появился. А потом возвращение, возвращение того, что ушло. То есть, вот это вот повторение событий, ну понятно, что не один к одному, и возраст другой, и взгляды на жизнь, уже другие. Многое поменялось, но я вдруг увидел эту цикличность, и мне стало понятно, о чем говорит Ницше. И, собственно, тогда я влюбился просто в этого философа. Естественно, я перечитал, так говорил Заратустра, я перечитал все другие его работы, какие только смог разыскать, и стихи его, и так далее. Не буду сейчас об этом. О своем пристрастии, о своем отношении к Ницше, я уже говорил не один раз, от своих слов не отказываюсь. Из этого вовсе не следует, что я абсолютно все разделяю из того, что он говорит. И когда, видите, я обратился к Хайдегеру, а мы сейчас с вами говорим вроде бы о нем, то ведь Хайдегер-то с одной стороны принимает Ницше, а с другой стороны и критикует. И уличил же он его, то, что, дескать, нигилизм Ницше понимал неверно, потому что оставался в рамках метафизики. Ну, не хочу сейчас забираться в это, об этом будет отдельный специальный разговор, но после вот такой вот круговерти, после вот этих циклов, ну, не знаю, мне стало как-то неуютно в нашем трехмерном пространстве, понимаете? И временами мне кажется, может быть, кажется, может, я ошибаюсь, все-таки забираюсь я в эту четырехмерность. И вот, собственно, это и пытался вам сейчас показать, как-то до вас донести. Не знаю, насколько удалось, но мне почему-то думается, что после вот предыдущего видео и этого, те, кто действительно хотел понять Хайдегера, вот, и почему мы переживаем состояние ужаса, и когда, и почему мы схватываем это бытие, и когда, и почему вот это сущее вдруг просветляется и размыкается перед нами. Мне кажется, что теперь это все это, ну, как-то стало мне во всяком случае понятно, ну, и помните, я в прошлом видео Эйнштейна вспоминал, что если какую-то теорию не можешь объяснить шестилетнему ребенку, значит, сам в ней не разбираешься. Я не хочу никого из моих слушателей не заводить там, говорить, что они шестилетние дети. Нет. Ну, просто вот сумел рассказать и как-то так чувствую, что и сам лучше понял то, что до этого вроде бы понимал, но, наверное, все-таки не так, как понимаю сейчас. Ну, все. Давайте на этом остановлюсь, а то вижу, разговорился. Самое время возвращаться к Мартину Хайдегеру, к его заботе, к его дазе и так далее. Ну, все это уже в следующем видео. А сейчас до свидания, всего хорошего и опять обещание исчезнуть ненадолго. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok